Приходя на эту работу в 2014 году, мы с вами разговаривали массу раз на тему о том, что я зашел в городскую власть обеспеченному человеку. Я благодарен своим родителям, я благодарен, что мне дали старт в жизни, что был построен семейный бизнес, который меня обеспечивал все эти семь лет и на сегодняшний день дает мне спокойно возможность вести публичную деятельность. Заработная плата будет на уровне мэров городов Украины. Нужно понимать, что от моей заработной платы будет отталкиваться заработная плата заместителей городского главы, начальников управления. И эти люди точно живут на заработную плату. И она у них должна быть достойна. Какой уровень жизни может покрывать заработная плата городского главы? Базовые потребности точно может покрывать. Вы должны четко понимать, что ни дня работы в этом здании я не пользуюсь служебным транспортом. Ни дня работы в этом здании у меня не было водителя. Это все то, что было обеспечено и мной самостоятельно, и Сергеем Анатольевичем самостоятельно. Поэтому точно материальное не является главным в занятии должности городским головой. В целом по жизни тоже материальное не является главным. Недавно с одним собеседником общаясь, он наоборот подчеркнул данную черту характера, о том, что материальное в целом не является для меня главным. Я легко говорю на любые финансовые темы, потому что впереди есть идеи, впереди есть принципы. И только потом где-то третично, четверотично это денежные средства. Одному из губернаторов при приеме на работу, когда он меня принимал на работу, либо оставлял на работе, чтобы было непонятно, он задал вопрос, почему у Мелитополя получилось, а у другого города нет. Я уже говорил где-то эту фразу. Я привел один аргумент, мне кажется, он железобетонный. Потому что у высших эшелонов власти в Мелитополе при принятии того или иного решения никогда не стояло личное обогащение. Никогда. Соответственно, к сожалению, плохая практика для нашей страны, когда чиновники, принимая то или иное решение, сначала думают, какие привилегии это принесет семье, друзьям, родственникам. В Мелитополе этого никогда не было. И точно я могу взять на себя обязательства, что никогда не было. Поэтому зарплата тысячи, не знаю, 45, 50.